Братья и сестры, всех приветствую! Прежде всего хочу сказать спасибо и поблагодарить всех, кто не забыл в прошедшие недели помолиться о нас, о моей семье, о моих детях. Слава Богу, благодарю за эту возможность, которая имела привилегию, чтобы церковь молилась о нас. Мы сегодня живем в этом мире, я думаю, что трудно найти человека, который не верит в Бога. Но сегодня люди разочаровываются в Боге, разочаровываются в Боге или просто начинают отрицать его существование, по крайней мере, говорят, что его нет, а если он и есть, то ему дела нет до нас. Мы видим сегодня, церкви пустеют, особенно маленькие церкви. Мой брат там в Теннессе, они купили церковь, которая пустела, закончилась существование ее, они ее купили для того, чтобы пользоваться опять в своих интересах, в своей церкви, русской церкви. Знаете, причина такого мнения у людей, которые говорят, что Богу нет до нас дела, одна, встает вопрос, почему Бог молчит и не говорит, когда мы говорим к Нему? Я думаю, что вся проблема в том, что мы хотим слышать голос от Него, слово от Него, то есть услышать Его голос. И я размышлял так и думал, а что изменится в жизни человека, если Бог заговорит к Нему голосом напрямую? Мы вспоминаем историю, библейскую историю. Мы видим народ израильский, который Бог вывел рукою крепкою из Египта, когда они подошли к горе Синай. Гора Синай, написано, громы и молнии, огонь и тучи окружали эту гору, она сотрясалась от землетрясения, и народ был в страхе, в панике. Моисей, который пошел для того, чтобы встретиться с Богом, услышать от Него слово, он сам был в ужасе и в страхе. Но мы видим, происходит совсем малое количество времени, и люди делают себе тельца, они начинают поклоняться Ему, говорят, это наш Бог, который вывел нас. Знаете, в разные периоды времени, начиная от Адама и до наших дней, Бог говорит с людьми по-разному. По-разному. Бог говорил голосом с одними, к другим Он обращался в видении, с кем-то Он говорил во сне. Он являлся через ангелов, Бог говорил во все времена людям, и Бог и сегодня, может, таким образом кому-то является и говорит Слово Своё. Как Он сегодня говорит нам, мы имеем вернейшее пророческое Слово Господнее. И держа вот эту руку в руках наших книгу, Библию, что Бог говорит нам? Бог отвечает на наши просьбы, на наши молитвы, Бог отвечает на наши слова, и мы верим в это и знаем, и Он отвечает по-разному. Правда, мы не всегда понимаем то, что говорит Господь, а когда Он говорит к нам, и мы понимаем то, что Он говорит, как реагируем мы? Как мы отвечаем? Какие наши действия в том или ином случае, тогда, когда Господь говорит нам через Слово Своё? И когда мы слышим этот голос и понимаем этого ясно, я хотел бы сегодня посмотреть перед нашей молитвой на один из примеров, где Господь говорит пророку ясно, говорит четко, что нужно делать, и какова реакция этого человека, этого пророка. Книга Ионы, первая глава, первый стих, самые первые слова мы читаем, и было Слово Господне к Ионе. Второй стих говорит, встань и иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Мы не знаем, каким образом оно прозвучало, каким образом Бог проговорил Кионе, но Он ясно понял, что с ним говорил Господь, и Он ясно понял, что Ему нужно было делать. Он знал, что Ему нужно было делать. Бог не говорил с ребенком, Бог не говорил с подростком, с отроком, как Он когда-то обращался к Самуилу, когда Он находился уже с Ильей в храме при Ковчеге, и Он обратился к нему, возвал к нему, и Самуил встал и побежал к Илью и говорит, Господин, ты звал меня, вот я, Он говорит, не звал тебя, иди ложись, спать. И второй раз Господь возвал к Самуилу, и Самуил снова встал, побежал к Илью и говорит, вот я, ты звал меня, Ильей говорит, нет, я тебя не звал, иди ложись. И так было трижды, и когда третий раз снова Самуил пришел, Ильей понял, что Бог говорит с этим человеком, с этим маленьким, с этим юношем, с этим отроком, Он говорит, когда Господь обратится к тебе, скажи, вот я, говори, Господь. Но мы здесь видим, что не с ребенком говорит Господь, который еще не понимал голоса, который не мог различить его от других голосов. Он говорит пророку, знаете, какой яркий жизненный пример представляет собой нам Иона, для нас лично, для каждого из нас. В его биографии мы находим вот эти предупредительные слова, предупредительную тему, предупредительный эпизод для нас лично, в личной нашей жизни. Посмотрите, 9 стих первой главы книги Иона, 9 стих. Мы находим такие слова. Он сказал, я, еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. Это был эпизод тогда, когда уже разыгралась буря, тогда, когда все переживали и сбрасывали вещи для того, чтобы корабль не утонул. Они в страхе были от этого волнения, от этого моря. А Иона спал в нижней части корабля. И когда к нему пришли, сказали, кто ты такой, какой твой народ, какое твое наречие, и кто ты вообще, и почему ты здесь находишься, почему тебя это не волнует. И вот его слова. Я, еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. Но если мы вернемся к третьему стиху этой же главы, первой главы книги Иона, мы находим слова. И встал Иона, чтобы бежать в фарсис от лица Господня. Посмотрите, какое противоречие между исповеданием, я, еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу, и жизнью. Он верил в Бога, но убежал от него. Казалось бы, какая впечатлительная картина, перед нами пророк, который ослушался повеления Господа, который пренебрег то, что говорил ему Господь. А сколько сегодня таких людей, которые поступают так же. Со мной работает один человек, который в прошлом работал в миссии. Он работал в миссии в штате Таксес, среди населения, местного населения Америки, среди индианс. Светельствовал, благовествовал им о Слове Божьем, проповедовал. Это была миссия, работал. Но прошло время, и сегодня мы работаем с ним. Этот человек ничем не отличается от этого мира, от людей этого мира. Этот человек знает, что есть Бог, он знает, что будет суд, но жизнь его протекает сегодня, как у людей мира сего. Апостол Павел к Титу пишет, 1 глава 16 стих, к Титу в послании он говорит, «Они говорят, что верят в Бога, а делами отрекаются от Него». «Они говорят, что верят в Бога, но делами отрекаются от Него». Иоанна веровал и верил в Бога, однако действовал против Него. Как часто подобный порок находит место в нашей жизни? Очень часто, и мы порой не замечаем об этом, подобные пороки сопровождают нашу жизнь. Мы много слышим о любви, говорим о любви, мы понимаем, что Бог есть любовь, и все, что связано с любовью. Но почему в жизни нашей проявляется ненависть в каких-то случаях? Вместо радости, которая должна наполнять наши сердца, когда мы видим успех другого человека, появляется зависть. «Почему у меня не так? Почему у него лучше?» Вместо мира, который наполнять должны сердца наши, слыша Слово Господне, во многих семьях, во многих личностях отдельно, живет вражда, и живет она годами. Мы видим вот этого пророка Господня, который отказался исполнить Божье повеление, Божье посольство в Неневе для того, чтобы свидетельствовать погибающим людям о Боге. Знаете, не так ли бывает в нашей жизни, когда Божий голос, когда мы слышим Слово Его, мы рассматриваем его человеческим оком, мы смотрим его с другой позиции. Сегодня нету времени, сегодня я устал, сегодня еще и уйма причин и проблем, которые мы можем привести для того, чтобы услышанное Слово, оно осталось забытым. Мы видим этого пророка, он не хочет проповедовать неневитянам, у него есть своя причина на это, зато Бог унижает его, он попадает на корабль, море бушует, и вот в этом, в этих обстоятельствах, которые он оказался, он проходит через посрамление, потому что моряки, которые услышали о том, кто он есть и что он делает, что он бежит от лица Господня, 10 стих на этой главы, в первой, говорит такие, «И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им». И они сказали, что нам сделать? Что нам сделать с тобою для того, чтобы море успокоилось? Потому что они поняли, что из-за него они в этом бедствии. И казалось бы, Ионе надо было сказать, хорошо, давайте вернемся в гавань, откуда мы отплыли, высадите меня, я пойду в Неневью, туда, когда Господь поселил. Но нет, мы видим, что Иона продолжает сопротивляться. Он говорит, выбросьте меня за борт, выбросьте меня в море, и море успокоится для вас. Наши отцы, и мы еще помним истории наших продедов и дедов, которых в свое время отправили в Сибирь. Это ужасное место, Сибирь, каторга, куда отправляли людей послушных и непослушных, хороших и плохих, плохо сказал, неправильно подумал, не так посмотрел. Всех гребли в кандалы и в Сибирь на каторгу отправляли. И туда никто не хотел идти для того, чтобы проповедовать тем людям, которые виновные или невиновные оказались в этих условиях и погибали, свидетельствовать Слово Божье. Но мы видим руку Божию, Бог делает по-другому. Он берет определенных людей, верующих, точно так же, одевает им кандалы и отправляет их туда, для того, чтобы свидетельствовать там о Боге. Хотели? Никто не хотел туда ехать, свидетельствовать. Но Бог таким образом отправлял верных своих, которые были верные. И они были верные и там, и там организовывались и группы, организовывались церкви, люди спасались, приходили к Богу в тех условиях. Поэтому Бог тогда, когда человек не хочет, он делал его, проводил его через другие условия. И здесь мы видим, что непослушание Ионы, оно подвергло его бедствию, бедствию на корабле. Но через это непослушание Божий план, он не изменился. Божий план не пострадал, не разрушился, Божий план не поменялся, потому что Бог хотел, чтобы те, которые в Неневе, они обратились от злых дел своих. Знаете, непослушание для Ионы сделало путь длиннее. Путь сделало длиннее и тяжелее. Но не избавило от обязанностей, которые Бог поручил ему. Не избавило. Порой мы сталкиваемся с трудностями в жизни своей, и мы не поймем, почему это происходит. Господь хочет, чтобы Слово Его, которое звучит к нам постоянно, оно было исполнено нами. Было ли обновление у Ионы? Я думаю, было. Тогда, когда он находился в очреве кита, когда он понял условия, в которых он находится, когда он возопил к Богу, Бог избавил его. Было это обновление. Можем ли мы сегодня, как дети Божьи, как христиане, как верующие, любящие Господа, сказать слова царя Езекии? Просто сказать для себя, вспомни, Господи, что я ходил пред Тобою с преданным сердцем. Можем ли мы повторить эти слова? Дай Бог, если мы можем. Я думаю, что и нам порой иногда нужно обновление, обновление нашего ума для того, чтобы нам поменять. Поменять свое мышление, поменять свое отношение ко многим вещам в жизни нашей. Для чего это делать? А для того, чтобы те люди, которые разочарованы в Боге, которые сегодня, зная, что Бог есть, но живут, как будто не знают Бога, они могли посмотреть на жизнь народа Божьего и увидеть в них, увидеть в нас живого Бога. Пусть Господь благословит нас в этом, размышлять об этом. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok